Всем привет! Обзор смартфона Xiaomi Redmi Go. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. А теперь давайте перейдем к его распаковке. Глобальная версия. 1 ГБ оперативки, 8 ГБ встроенной памяти. В синем цвете смартфон. Вот, сделан из пластика. О внешнем виде поговорим чуть позже. Давайте сейчас на комплектацию посмотрим. Так, в комплектации конверт, в котором скрепка. И макулатурка. Дальше в комплектации адаптер питания с выходом сверху. Адаптер питания на 1 Ампер. И кабель бутера USB для подключения к компьютеру и зарядке. Вот это все. Наушников в комплекте нет. Если вам необходимо, их придется докупить отдельно. Также нет, как сейчас часто делают во многих устройствах. Защитную пленку или клеят, или просто добавляют в комплектацию. Тут защитной пленки не будет. Есть только вот эта вот транспортировочная, на которой вынесена некоторая основная информация об устройстве. И теперь о внешнем виде. На передней части смартфона 5-дюймовый дисплей, 3 сенсорные кнопки для управления. Над дисплеем разговорный динамик, фронтальные камеры и датчики. Слева два слота. Давайте их откроем. Открываем нижний слот. Это слот для нано-сим карточки и микро-сд карточки для расширения памяти. И второй слот чуть выше. Это слот для второй нано-сим карточки. Так, вот он. Закрываем слоты. Сверху джек для наушников и дополнительный микрофон. На правой грани по включению кнопки громкости. Сзади камера летспышка. На нижней части устройства динамик, микрофон и джек порт microUSB. Вот джек у него сверху для наушников. Вот, габариты смартфона. Сейчас давайте я вам их назову. Высоту 140 мм, ширина 70 мм, вес 137 граммов и толщина 8,4 мм. Включим устройство. И ожидаем включения. Смартфончик включился. Разблокируем. Вот еще чуть-чуть думает. Открываем настройки. Смотрим на версии операционной системы. Так, это не туда. Персия Android 8.1.0 Вот название модели. Так, дальше. По дисплею 5 дюймов, как я уже говорил. Разрешение HD 1280 на 720 точек, 294 ppi, это IPS дисплей. Вот, дальше. По процессору. Qualcomm Snapdragon 425, здесь процессор. Вот, откроем синтетический тест Geekbench 4. Это процессор 4-х ядерный, который будет антактовой частоте 1,4 ГГц. Видеоускоритель Adreno 308. Оперативки 1 гигабайт. Встроенная память 8 гигабайт. Также эту память мы можем расширить с помощью microSD-карточки до 128 гигабайт. Запускаем тест процессора Snapdragon 425 и увидим результат. Результаты. Geekbench 4. 628 баллов в данном тесте, 1588 баллов в мультиядерном тесте. Ну вот, теперь делаем тест видеоускорителем. Adreno 308. И также увидите сам результат. Результат теста видеоускорителя, 1405 баллов. Хорошо. Закрываем Geekbench 4. Переходим к следующему тесту. Antoto Benchmark. Запустим тест. Так. Сейчас еще раз попробуем запустить тест. Вот, разрешить. Все, тест пошел. И увидите уже сам результат. Ну, возможно, такое раз, что тест не запустится. Остановится на или на 0% или на 17%. Посмотрим. Вот, увидите уже или результат, или перейдем к следующему тесту. Да, к сожалению, не запускается Antoto Benchmark. На многих бюджетных устройствах он не запускается. Просто зависает на 0%. И что ни делай, Antoto Benchmark с Play Market просто не запускается. Вот, к сожалению. Поэтому переходим к следующему тесту. Вот, это игровой тест. Запустим для этого тяжелую игрушку Ankyla. Посмотрим, как она работает. Вот, игра загрузилась. Но графика тут урезана. Где-то средняя. Вот, уровень может быть, конечно, и значительно выше. Но при этом игра работает плавно. То есть на этом уровне не тормозит. Пока. Пока. вот закрываем в принципе с игрушками с некоторыми тяжелыми игрушками проблем не будет некоторые будут запускаться плохо подробнее об этом поговорим в отдельном видео запущу несколько основных тяжелых игрушек типа GTA San Andreas и PUBG Mobile в скором времени это видео появится на канале кому интересно сможете его посмотреть теперь переходим к следующему тесту это тест камеры камера здесь основная 8 мегапикселей, фронтальная 5 мегапикселей и теперь я покажу вам прямые снимки на основную камеру этого устройства и выведу сейчас снимки на экран батарейка в 3000 мАч обеспечит ему примерно 9 часов в нормальном использовании это где-то на 10-15% больше показатель чем средний показатель по Android устройствам то есть с автономностью тут порядок также стоит отметить, что за небольшую стоимость смартфон стоит меньше 100 долларов где-то 80 80 долларов мы получаем в принципе неплохую производительность на нем можно поиграть в некоторые тяжелые игрушки тут хороший дисплей здесь IPS дисплей то есть если например сравнивать его с аналогичным по стоимости устройством от Samsung J2 Core обзор есть на канале то там конечно все намного хуже по дисплей это вообще несравнимо даже не знаю чем Samsung может быть лучше этого Xiaomi то есть по всем показателям в принципе в одной ценовой категории Xiaomi выигрывает Samsung в принципе хорошее устройство за эти деньги на этом все спасибо что посмотрели это видео подписывайтесь на канал максимум балл комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео пока